Итак, если вам еще не хватило немножечко наркотиков на этом мероприятии, мы подготовили вам под конец нашего Михаила. Подожди, следующий докладчик Михаил Вортник. Так, я насколько вижу Мати убежал, у меня был вчера тяжелый вечер, сегодня еще более тяжелое утро, в общем, бар рядом оказался очень кстати, и в принципе поэтому небольшое изменение языка доклада, потому что я сегодня видел некоторое дерьмо, и мне будет проще рассказывать этот доклад на русском. Да, там сверху ссылочка, задавать вопросы можно прямо сразу, но перед тем, как я начну, я бы хотел извиниться перед Сергеем, я был неправ, я немножко запутался в исходниках Ruby, и действительно Ruby сейчас использует native threads, хотя именует их за каким-то хреном в исходниках файберами. Я публично блеймил, я публично извиняюсь. Так, и подзаголовок доклада, как сохранить память в более чем два раза в вашем деплойменте, на самом деле тут есть определенная специфика, но мы ее увидим дальше. Немножечко про меня. Все знают. Да, все знают, я долго не задержусь на этом докладе, просто... Андрей, просто ты не видел там две колонки теперь. Я вижу, у меня еще все, пока фокусируется. Нам нужно немедленно это исправить. Ладно, там, в общем, один балет с ложью, если вы его найдете, от меня выпивка. Стой, верни! Не ошибку, намеренную ложь. Так, ну, теперь перед тем, как, собственно, начать вообще рассказывать о мемори-аллокаторах в Ruby, нам нужно немножечко погрузиться в теорию и что вообще все это значит. И поэтому придется рассказать про рубишный гербич-коллектор и кучу хип. Первое. Ну, вообще, Ruby не выделяет память напрямую, как в C. То есть, те, кто работали с языками с управлением памятью, видели, что там используются штуки типа Malak, Free и тому подобное, то есть, ручное выделение памяти. Так вот, Ruby так не делает. Ruby вместо этого выделяет целую страницу памяти сразу, поэтому даже пустой environment Ruby у вас уже занимает определенное количество памяти. Насколько я помню, там по футпринту около 4 мегабайт. И размещает свои объекты в этих страницах. И здесь есть, опять же, определенная специфика, потому что эти объекты, они плохо алайнятся на физические страницы памяти. Поэтому, когда страница заполняется объектами, выделяется сразу очередная страница, которая может занять две физических страницы памяти. В общем, там есть сложный момент, связанный с тем, что у нас используется одна и та же терминология для рубишного выделения памяти и для выделения памяти операционной системы. Поэтому, когда я буду произносить слова вроде арена, memory page или что-нибудь вроде этого, мне придется каждый раз уточнять, чего именно это касается. Каждая запись о объекте в Ruby занимает памяти 40 байт. Это валидно фактически для всех объектов, за исключением строк. Потому что строки – это единственные объекты в Ruby, в которых память выделяется динамически сразу. Гарбич коллектор в Ruby базировался… А, стоп. Ruby используется на подложке memory allocator, который входит в поставку Glipp-C, то есть стандартный линуксовый memory allocator. Гарбич коллектор в Ruby базируется на оригинальном, используемом еще в Lispе алгоритме Маккарти под названием Mark&Sweep. В принципе, я думаю, вы в курсе, что это такое? Окей, более-менее. В трех словах, это двухпроходный garbage collector, который размещает объекты, которые долго не вызывались, и в следующий проход их удаляет. В какое-то определенное количество memory tick'ов проходит, ой, CPU tick'ов проходит, останавливается вся виртуальная машина, проходит garbage collector, снимается пауза. И это делает интересные вещи с памятью, я потом покажу, какие. Так вот, этому алгоритму в этом году уже скоро… ой, через два года, в общем, ему будет 60 лет. Руби оставляет неиспользуемые объекты в памяти лежать до следующего прохода garbage collector. С версии 2.1 Руби использует так называемый поколенческий garbage collector, то есть это фактически тот же Mark&Sweep, просто теперь у объектов считается еще время жизни, старые или молодые. А теперь то, как выглядит память после прохода garbage collector. Примерно вот так. То есть у вас были какие-то объекты, прошел garbage collector… Лиша, ты не мог лучше фотку сыра найти в интернете? Я вообще думал принести, но я забыл, пришлось искать фотку сыра в интернете. Не ври мне, ты его съел. Я утром не мог есть. Так ты его вчера под закуску съел. Ладно, едем дальше. Собственно, в Руби, если не ошибаюсь, в 2.4 появился модуль под названием Object Space. Object Space дает возможность… Вообще, Руби в последнее время в своей стандартной библиотеке развивается в сторону того, что дает все больше инструментов для дебага. Там появилась, допустим, возможность референсить непосредственно ноды из Abstract Syntax 3, и это тоже, кстати, тема для интересного доклада. А Object Space дает возможность увидеть плоское отображение памяти, которое используется Ruby. И на следующем слайде я покажу, как выглядит на самом деле рубишный хип после прохода garbage collector. Object Space даже позволяет ввести такую штуку, похожую на деструкторы в C++ классах. То есть то, что называется finalizer и вызывается прямо перед тем, как объект удалится garbage collector. Поэтому в связи с этим там можно делать очень интересные вещи, например, референсить другие объекты, после чего вы свалите свое рубишное приложение с SigFault. Очень интересно. Ну, это красивый таймбомб в коде, который, к тому же, никто не раскопает. Ну, это шуточка из разряда define true flows. Ну, в принципе, они обязательно выполняются всегда. Не, в Ruby выполняются. Так вот, вот эта вот штука справа – это не баг монитора. Красные пиксели – это используемая память, белая – это неиспользуемая. Код, который генерирует такой дамп, правда, в JSON формате. Вот, он очень простой. Мы рекварируем object space и дампим все, что у нас есть в этот JSON файл. Кстати, опять же, интересная штука для исследования, особенно, когда у вас, допустим, есть long-running demon, который на втором месяце своей жизни отжирает почему-то 45 гигабайт, и вы в душе не понимаете, почему. Как так получилось? Отдельный вопрос. Спроси Майка Перхама, у которого 40 гигабайт. В общем, с текущими аллокаторами в Ruby и в целом вообще в операционных системах очень интересная ситуация, которая сложилась из-за того, что, вот, допустим, есть MIT, вы готовитесь к защите своего PHD, вы не можете выбрать тему. О, я напишу memory-аллокатор. Поэтому переходим к списку memory-аллокаторов. А, да. Собственно, как создаются memory-аллокаторы? Тут классическая картинка из XKCD, 15 конкурирующих стандартов. Итак, чтобы создать свой memory-аллокатор, вам, на самом деле, нужно заимплементить две функции. Это MMAP, memory map, и BRK, которая занимается переразмериванием сегментов памяти. Memory-аллокаторы должны хранить список уже используемых и свободных блоков. И, собственно, разница между всеми memory-аллокаторами именно в том, как именно они управляют этими списками и как они управляют своими блоками памяти. И, да, на эту тему действительно написано несколько докторских. Поэтому, если вам нужна докторская софтверер-разработка, напишите memory-аллокатор. Итак, первый, дефолтный, тот, который мы получаем, когда устанавливаем Ruby без всяких дополнительных ключиков. Он пришел из Glypsi. Называется Petimalloc, Petreads Maloc, версия вторая. По сути, Petimalloc – это форк оригинального DL-Malloc, который использовался в Unix, просто с поддержкой трэдов. DL-Malloc был создан Дагом Ли в 1987 году. И вот по ссылочке на вот этом вот слайде есть более подробная история о создании, рассказанная самим Дагом. И, по сути, он является официальным memory-аллокатором для всех рубишных систем. DL-Malloc. DL-Malloc – это FreeBSD-шный memory-аллокатор. Автор – Джейсон Эванс. Я не знаю, может быть, он родственник Джереми, но маловероятно. Создан он в 2005-м. В 2010-м, ну, он был создан для FreeBSD. В 2010-м его переориентировали на большую часть приложений, на широкий спектр приложений. Потом, чуть позже, в FreeBSD сказали, окей, получилось хорошо, мы сейчас его себе обратно забираем. У него очень интересный подход. Он распределяет объекты разного размера по разным страницам. Есть страницы, предназначенные, так называемые bucket, предназначенные для маленьких объектов, для объектов чуть побольше, для совсем больших объектов память выделяется уже индивидуально, они не выкидываются по этим страницам. Ну, что позволяет, в принципе, более быстро выделять эту память и более быстро ее освобождать в общем случае. У него очень много интерфейсов для дебага и вообще, в целом, он позволяет профайлить утечки памяти очень хорошо. И это второй memory allocator, который разрешает делать Ruby. Делается это при помощи флага withgmalloc при сборке Ruby, и с этим связана большая драма на Ruby issue tracker. Я там позже дам тикет и несколько выдержек. Собственно, почему там драма. TC malloc, thread caching malloc, создан Google. Скромно Google назван самым быстрым mallocом на планете. Создан был для memory profiling. И с Ruby его, в принципе, by default, использовать нельзя. Но если вы используете LD preload, переменную, которая загружает... Но если вы миша-бортник, то можно. LD preload позволяет загружать динамические библиотеки до выполнения executable. И тут для Mac отличается только DLD preload. Lockless. Lockless – это memory allocator, который был создан специально для 64-битных систем. Вообще, сейчас на секунду остановлюсь и скажу, что сложилась совершенно какая-то идиотская ситуация. Memory allocator появляются чуть ли не каждый год новые. Оптимизированы под текущей архитектурой. И все продолжают использовать memory allocator, созданный в 1987 году. Без всяких, без каких-либо оптимизаций. Всех устраивает, что RAM докупить дешевле. Потому что он работает, но они все тоже работают. У Lockless очень необычный подход для выделения памяти в мультитрайдинговом пространстве. Он создает метапроцесс, которому принадлежат эти трейды. И всю память, которую они разделяют между собой, он сваливает вот этого метапроцесса. Что сильно уменьшает количество копирований памяти. Следовательно, уменьшает расход и увеличивает скорость. И да, для стандартных Ruby приложений это обычно очень useless. Зато хорошо подойдет, если у вас какой-нибудь демон с большим количеством трейдов, Ruby Event Machine и что-нибудь подобное. Хорд. Хорд это вообще последний из них, который вообще способен запустить Ruby. Он очень быстрый на системах с параллельными вычислениями. У меня лично своего кластера нету, поэтому опробовать мне его не особо удалось. На докере он не показывает хорошие результаты. Мак Осевский Memory Allocator скопирован с хорда. И да, он тоже фактически useless для Ruby стандартных приложений. Потому что обычно, если вы создаете какой-либо кластер, то это кластер не на Ruby. И вообще общая идея вот этих Allocator, они все используют подход под названием Arena. Рубишный GC тоже использует Arena, поэтому мы слышали, что тебе нравятся арены, поэтому мы создали Allocator, чтобы ты мог строить свои арены в аренах. Так, а теперь вообще зачем это все нужно? Дело в том, что Ruby выделяет очень много памяти. Во-первых, в связи со строками. Если вы не используете String Freeze, у вас будет выделяться память при каждом обращении к этой строке фактически. Второй момент. Ruby использует технологию под названием THP, Transport Huge Page. Суть в том, что выделяются страницы увеличенного размера. В то время, когда стандартные страницы памяти, они очень мелкие, около 4 килобайт, страницы вот этих THP это 2 мегабайта. А Ruby, когда копирует память, потому что Ruby работает по принципу Copy-on-Write, то есть когда thread начинает что-нибудь записывать, кусок шариной памяти копируется. И вот в том же Sidekick, который хранит стейты выполнения процессов своих воркеров, это очень активно используется. Так вот, когда Ruby копирует между процессами страницу памяти, он копирует ее ровно в том же типе, в котором она была создана. И это означает, что вот у вас появляется один объект, который вы отмодифицировали, и он сразу же отожрал 2 мегабайта оперативы. Ну и дальше это все число растет по экспоненте, в зависимости от количества потоков у вас. И при этом garbage collector вот эту всю память очищает, и у вас в результате картинка на графике занята, там 980 мегабайт оперативы. Но если вы сделаете снимок хипа, в оригинале у вас будет использоваться 32-35 мегабайт, а все остальное это будут дыры в уже выделенной памяти. THP, в общем, в Ruby 2.6 его решили отключить. Но, во-первых, ждать пока выйдет Ruby 2.6, который сейчас только на стадии превью 2, ждать пока он станет достаточно стабильным, то есть выйдет хотя бы в 2.6.1, чтобы его можно было выкатить на продакшн, не очень хочется, потому что за память мы платим уже сейчас. Поэтому я немножечко заморочился и потестировал существующие memory allocator. Потому что один умный чувак с cppcon смотрел его доклад, но не запомнил фамилию, он как раз рассказывал про memory allocator. Сказал, что вам никогда вообще не нужно догадываться по поводу производительности, лучше ее померить. В общем, сейчас я покажу код, которым делалось стрессовое тестирование. Он не оптимизирован под многопоточность, но зато он выделяет память. Так, довольно много. Надо больше памяти. Да, сейчас я пытаюсь заставить его. О! Так, я надеюсь, это почти видно, да? Сейчас сделаем, чтобы будет видно вообще. Вот так. Норм? В общем, что здесь происходит? У меня есть метод, который получает аргументы, сколько выделить, сколько из этого выделенного сохранить. Это для того, чтобы поработал garbage collector. И размер чанков. Вот. И благодаря это, благодаря рандому он создает страницы, точнее, создает объекты произвольной длины, создает их строками. Вы помните, я говорил, что Ruby выделяет память непосредственно на строках, в первую очередь. Поэтому со строками протестировать проще всего. Можно было бы экземпляр любого класса, но тогда употребление памяти было бы фактически стабильным. Вот. И если конкретно этому чанку повезло, то он сохранится. Если не повезло, то нет. И дальше мы замеряем. Мы создаем 10 миллионов объектов, сохраняем из них 600 тысяч, и размеры этих чанков могут быть до 200 килобайт. Вот. И из этого всего мы замеряем, сколько она выделила памяти и как долго она бегала. Теперь возвращаемся сюда. Вот. Я срезал из тех, которые я тестировал, срезал топ-12 результатов по дюрейшену отсортированных, то есть те, которые работают более быстро. Быстрее всего работает Lockless, но это на самом деле не удивительно, поскольку, скажем так, он лучше всего работает на маках, а хорд, из которого сделан маковский memory allocator, оказался в самом низу рейтинга. Потом дальше идет гугловский tcmalloc, так что, наверное, они все-таки не соврали, когда говорили, что он самый быстрый. И официальный gmalloc конкретной версии 4.03, сейчас, кстати, 5.01, и она где-то в самом низу этой таблицы, ну, в общем, оказался 12-м результатом. Но все эти результаты довольно неплохие. Это миллисекунды. Мемори, да, байты. Так. Вот, собственно, эффективность всего этого. Вот интересный факт. Австралийская финансовая компания Valiant, имея long-running daemon, который обрабатывает транзакции, уменьшили свое потребление памяти в два раза с двух гигабайт на ноду до одного гигабайта на ноду. Это, кстати, довольно известная статья. Она буквально недавно была опубликована. В общем, только, всего лишь сменой memory allocator. Майк Перхам, автор Sidekick, отписался в трейде в Ruby issue tracker, что ему удалось на своей, на своем продакшен инстансе, определенный такой сортов Sidekick Cloud, уменьшить потребление памяти с 40 гигабайт до 9. Почему так случилось? Это случилось из-за того, как джемалок хранит данные, организует... Раскладывает данные, скорее. Он создает вот эти вот бакеты разного размера. Это позволяет ему allocator и освобождать память быстрее. И большие объекты располагаются отдельно, причем располагаются так, чтобы лайниться по страницам памяти. И когда GC их вытирает, джемалок может спокойно освободить всю страницу памяти, на которой был этот объект. Это означает, что Ruby эту память отпустит. То есть, вообще, обычно Ruby очень плохо отпускает память именно в силу... Не любит он ее. Не, он ее очень любит. Примерно как Chrome. Хром не любит память больше в таком случае. Вот. И, собственно, чтобы облегчить весь этот процесс, поскольку, на самом деле, память волнует вас ровно в двух случаях. Или вы ранитесь на Amazon Instance, или вы ранитесь на Heroku. Во всех остальных случаях докупить планку памяти все еще будет дешевле, чем тратить время на вот эти вот вещи. Вот есть ссылочка, по которой есть Product Hunt, Heroku Build Pack, который автоматом предоставит вам поддержку джемалок. Он поддерживает кучу разных версий. Но, в принципе, я рекомендую вот эту вот 4.0.3. Она самая быстрая и самая экономная. Так. Ссылочки, которые имеют смысл расшарить в связи с этим. Во-первых, для того, чтобы понимать, как это все работает, вот Ruby Hacking Guide GitHub.io, это, в целом, очень полезный сайтик. Но конкретно на нем глава про garbage collector. Потом, есть прекрасная статья 2015 года, которая рассказывает, почему дефолтный хималок работает именно так, как работает. Третья глава из современных операционных систем Таненбаума, посвященная memory management. Книга 1986 года. Ну, в общем, да. Тем не менее, все еще актуально. Но, Таненбаум академический чувак. Просто про современные. А, да. И чрезвычайно драматический трет на issue tracker Ruby, в котором пришел чувак и попросил, а давайте мы, если с жималоком так хорошо получается, может, мы сделаем его, этим, memory allocator по умолчанию? Спойлер. Нет. Почему? По причине того, что у чуваков большие планы на тот самый знаменитый Ruby 3x3, которого нам ждать еще 3x3 лет. Потом они планируют в 2.6 отключить big pages, и это, по идее, должно немножко уменьшить проблему, поскольку Ruby будет выделять память не страницами по 2 мегабайта, а страницами по 4 килобайта, что позволит вот это количество дырок уменьшить. Теперь у вас вся память будет, как швейцарский сыр. И вот с Адриэна Яртона очень интересный кейс. Они перевели на джималок свой сервис UpDown.io, мониторинговый набор, ну, мониторинговый демон. И мало того, что увеличили производительность вдвое, уменьшили потребление памяти на 35% примерно. Да, кстати, мне нужно 4 Mi 2. Если что, найдите меня на автопате. Да ты охренел. Сорян. Правда, нужно. И вопросы? Нет, это комментарии. Миша, я правильно понимаю, что в итоге джималок по дефолту не включили, чтобы не портить статистику перед выходом Rumi 3. А, примерно. Ну, на самом деле там есть тонкий момент, потому что на стандартных однопоточных приложениях, и под стандартными однопоточными приложениями я не имею в виду рельсовое приложение. Потому что... И даже ноту. И... Спокойно. То, что стандартное рельсовое приложение запускается, допустим, в какой-нибудь Puma. А Puma запускает сама по себе несколько concurrent тредов, каждый из которых запускает ваше приложение, которое при этом всем шарит память. При этом, когда что-то начинает меняться в одном процессе, этот кусок памяти копируется, и происходит вся вот эта херня, которую я перед этим описал. Так вот, стандартное рубишное приложение – это какой-нибудь простенький скриптик, который бегает... Блох за 15 минут. Да, блок за 15 минут. Запущенный даже не на Unicorn, а на каком-нибудь веб-рике. На веб-рике и рельсах 2.7. Поэтому, что результат вот всех вот этих телодвижений на девелоперских машинах фактически не видны, а иногда джималок отжирает даже больше памяти. Но, когда мы переходим в продакшн, где у нас много потоков, много ядер, картина становится внезапно совершенно иной. И джималок не хотят врубать еще, потому что, скажем так, вопрос лицензирования, потому что джималок находится под БСДшной лицензией. Начинается вот это вот. Жевание ногтей, козявок из-под ногтей на ногах, вот это вот все. Ну вот примерно. Ты по что дедушку Столмана обижаешь? Я его просто упомянул в суе. И, смотрите, примерно через неделю или полторы, я смогу вам сказать результаты применения этого на продакшне, на довольно большом приложении, запущенном на 4 страны. Прости, а чем ты занимался перед этим месяц? Да, если вам нужны ссылочки с этой презентации. Глипси, понимаешь, Ruby без Глипси собрать невозможно. Там можно использовать другие memory allocator, то есть поменять Глипси кусками, но совсем без Глипси ты не обойдешься. Там фактически половина Ruby использует Глипси очень активно. Не стандартные фичи Глипси. В смысле, которые не все. И это тоже. А когда ты будешь рассказывать про криптографию, я с удовольствием послушаю про нестандартные фичи. Не, слушай, я из FFI на самом деле выпиливал Глипси, потому что он там не нужен был. И вот теперь объясните мне, пожалуйста, какого хрена мы, ну то есть мы как язык программирования, как язык программирования держим memory allocator, который устарел на 10 лет? А потому что, Миша, смотри, если ты не очень умный и запускаешь бложек за 15 минут на рельсах 2.7, то ты не будешь знать вообще, что такое memory allocator. А если ты дохера умный, то ты его сам скомпилируешь с джема локом, джема локом, короче, хоть с чертом лысым. И перепишешь все на год. Ну ой, если ты не Миша Бортник. Ну, на самом деле, вообще печальная история про то, как язык, которому самому по себе 30 лет, который пытается быть молодым и современным, базируется на идеях и алгоритмах 60-летней давности. Ну, в принципе, да, в плане Глипси все вообще очень плохо. Спойлер. Он используется по всем линуксам. Абсолютно. А где они? Alpine. А что Alpine? Я не в курсе. Масл. Ага. А, да-да-да. Там же своя... Поэтому я и выпиливал из FFI на самом деле Глипси, потому что он у нас на масле не запускался в контейнерах. Понятно. Так, давайте вопросы, может, нормальные, а не как мы... Ну ладно, нормальный круглый стол получается. Когда нет смысла на него переходить. Если у тебя какой-нибудь простенький цикл из разряда while true, мы делаем вот это вот по циклу, например, ждем сетевых соединений, у тебя все это происходит в один поток, у тебя точно оно не будет скейлиться в несколько потоков, вообще потоки внутри не используются ни в обертке, ни в чем, то в таком случае Jamalock будет даже вреден. Но если у тебя Unicorn, Puma, Sidekick или что-нибудь подобное, что пытается выжать максимум из машинки на N-ядер, в таком случае Jamalock, в принципе, пользу принесет в качестве экономии памяти, во-первых, во-вторых, экономии быстродействия. Но лично я бы посоветовал Lockless попробовать. Мне страшно в проде это делать, но другим советую. Потом придешь и расскажешь. Второй вопрос. Как я поломал свой выбор? Ты говорил про то, что проведешь некий эксперимент, и через четыре дня ты ставишь результаты? Ну, не через четыре дня, а примерно через полторы недели. Да, у меня есть, собственно, кастомер, у которого очень большой прод, бегает на хероку, и как-то дополнительная память стала очень дорого обходиться. Я вряд ли буду анонсить это широко, но индивидуально могу потом поделиться. А как же теплый ламповый чатик там? А, ну в Ruby Meditation чате могу, да? Теплый ламповый каналчик. В Ruby Meditation чате могу, ну, рассказать, когда будут результаты. И потом на Hacker News. Никому не рассказал? Да. Так, ну что, все хотят уже пить? Вопрос? Ну, смотри, смотри, дело в том, что Jamaloc проходит весь полный скоуп спецификации рубишных тестов. Все 16 с лишним тысяч тестов, которые написаны для Ruby, Jamaloc их всех проходит. Потому что, собственно, он в самом поведении Ruby ничего не меняет. Он подменяет те функции, которые занимаются выделением памяти. И, ну, то есть, на самом деле, там, где момент, где можно словить багу, заключается исключительно в том, если ты взял слишком свежую версию Jamaloc, которые баги еще не выловили. Ну, для понимания, например, Jamaloc это дефолтный фалокатор в Redis. Да. А Redis-то как память любит, ты сам понимаешь. Именно поэтому он так долго очищает? Он долго очищает, потому что… Нет, ты не видел, как он очищал до этого просто. Да, во-первых, до этого он очищал ее еще медленнее, а во-вторых, у Redis объекты в основном хранятся очень-очень мелкие. Ну, то есть, они укладываются. Теперь представь, ты когда очищаешь большой связанный список, когда у тебя какие-то объекты 4 килобайта, какие-то 32, у тебя там у Memory Allocator вот несколько этих связанных списков, и он по одному их снизу удаляет, потому что ему приходится не очистить все, потому что такой команды нет, а вот эти инстансы, им делается free по одному. И вот в связи с огромным количеством объектов, которые находятся в разных бакетах, оно так медленно и чистит. Кстати, вот это похоже на хип. На что? На хип, да, кстати. В 3D. А я поэтому, кстати, выбрал. Так, ну что, спасибо большое тебе, Миша. Мы даже практически не пустили ничего по Вене. АПЛОДИСМЕНТЫ